Сюда, в предгорье Кавказа, съезжаются аграрии всей страны. Два дня будет проходить Всероссийский день поля. На нем присутствует и ростовская делегация. В первый день гости осваивали территорию. В пригороде Минвод, поселке Красный Пахарь, нашлось место всем. В павильонах, при кондиционере, круглые столы и презентации. Под солнцем зрелища. И вот основная площадка дня поля под небом. Пахнет досками и солома рядом. На входе встречают мощный трактор нашего Ростельмаша, кстати. Ну, здесь бочки-бычки. А вот еще один трактор соломенный. Но такая красота, можно залезть, отдохнуть. Игры и конкурсы на фестивале томатов. Помидор стал главным овощем этого дня поля. И с чем у хозяюшки здесь сделали этот салатик? У нас лук, масло нерафинированное и соль. В программе помидорные подушки. В программе помидорные мастер-классы. В программе просто помидоры. В программе помидорный рай. Представленная на выставке техника поражает мощью и разнообразием. Как коричневая стрекоза, бразильский опрыскиватель носорог. С такими же высокими междурядными колесами комплексы других производителей. Среди машин и летучие голландцы, вернее, китайцы. Коптеры из поднебесной для опрыскивания. Есть и такие, что выпускают над полями специальных насекомых, которые уничтожают вредителей. Главное – не перепутать. Дрон-гигант разработан отечественными специалистами как транспорт будущего. Это шестилучевой дрон. Поднимает 200 килограмм. У него установлен на нем бак на 200 литров. За смену он вырабатывает 600-700 гектар. Кажется, что вся техника мощная, сельскохозяйственная, здесь в красном победном цвете. Кировцы и наши, конечно, Руссельмашевские, Акросы, Торумы. Мы выпускаем вороны и пассивные комплексы, ширину захвата от 8 до 18 метров. Далее мы выпускаем машины для обработки растений. Машины, конечно, хорошо, но главное – наши поля самые лучшие. Если сравнивать территории, то, наверное, Ростовская область, несмотря на то, что мы относимся в зоне рискованного земледелия, это территория, которая обладает богатейшими почвами черноземными, потому что у нас 63% именно черноземных почв. Ни Краснодарский край, ни Ставрополье этим похвастаться не может. А мы можем. Конечно, в этом году поля подверглись ударам природы, заморозкам и засухе. Но держим двойной удар. Уборка началась. Доклады идут, первые сводки пришли. В первую очередь сейчас убираются горохи и озимые ячмени. Поэтому сказать об урожайности прогнозируемой надо чуть-чуть подождать. Через неделю уже будем давать прогнозы окончательно. Что касается засухи, она продолжается. Осадки, которые периодически выпадают, они не исправляют кардинальную ситуацию. И, в общем-то, чрезвычайная ситуация у нас по засухе продолжается. Проблемы аграрного комплекса обсуждались на пленарном заседании по теме «От продовольственной безопасности к масштабному экспорту» под председательством министра сельского хозяйства России Оксаны Лут. Много участников собрал и форум фермеров. А на открытых площадках в каждом уголке свои ритмы. Мы не из тех, кто родителям дома, садятся на шею. А если сели, встали, и размялись, как встали. На пьете стали для нас подготовки, комплекты питали. Но какой спорт без качественной еды? Ведущий праздник Дмитрий Губерниев подтвердит и напомнит нам о великих победах на полях спортивных. Самое время обратить внимание на мощнейший агропромышленный комплекс Великой страны от Калининграда до Камчатки. А вообще, ростовчане, жители Великого Города и области, ведь в этом году 20 лет с момента исторической победы нашей четверки парные на Олимпиаде в Афинах. Кедоровцев, Свирин, Спинев, Кравцов и ростовские гены в этой победе, они неоспоримы. На главной сцене вручались награды лучшим аграриям, сменяли друг друга артисты и народные ансамбли. А показательный участок пшеничного поля тихо шелестел спелыми колосьями. Татьяна Бочарова, Андрей Токарев, Первый Ростовский.